Около 18 тысяч семей в Чувашии получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. 1 июня произошло ежегодное увеличение тарифов. Вместе с этим увеличился и размер субсидий. Погладить одежду старшим, покормить средних и умыть младших. Так проходит среднестатистическое утро многодетной мамы. Светлана Илларионова в одиночку воспитывает десятерых детей. И как никто другой нуждается в государственной поддержке. Пару лет назад она получила 4 квартиры на одном этаже от администрации города. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги ей тоже помогает государство. Как многодетной маме, Светлане предоставляется субсидия. Насчет субсидий я хочу сказать. У меня государственная поддержка очень к лицу, конечно. Я довольна этим. Получаю я сумму около 8 тысяч. 7300-7500 приходит такая сумма у меня. Я желаю, конечно, всем насчет субсидий походотайствовать. Рассчитывать на субсидию можно, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов семьи на оплату жилого помещения. Сегодня почти 18 тысяч семей в Чувашии получают такого рода субсидии. Социальная поддержка сегодня заключается в предоставлении субсидий малоимущественным гражданам. Если доля совокупного дохода составляет менее чем 22% от совокупного платежа граждан, то граждане по месту прописки могут обратиться в органы социальной защиты. На сегодня данная выплата осуществляется через Минтрод. В целом на предоставление субсидий в республиканском бюджете заложено 246 миллионов рублей. По итогам первого полугодия из них освоено уже 138. Но, как отметили в правительстве, субсидии получат все нуждающиеся в полном объеме. При необходимости на эти цели выделят дополнительные средства. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.